Вот это вот трамплин, вот это кто хочет убиться, пожалуйста, хоть мама с детками на колясках, хоть люди, поэтому легче по ступенькам стваститься, кроме того, вот тут поручни, непредусмотренные поручни должны находиться уже от начала до ступенек за 30 сантиметров, это просто физиологически правильно, когда человек подходит к ступенькам, он уже автоматически опирается на поручень, вот как мы, я всегда привожу пример экскалатора, мы заходим на экскалатор, мы автоматически обложим его на экскалатор, и поднимается экскалатор, ступенечки поднимаются, и наши руки поднимаются туда, заканчивается в экскалатор, мы понимаем, что опор очень идет в горизонтальном положении, это правильно, это так должно быть физиологически просто заложено, а это, ну вот, знаете, это просто издевательство, кто хочет так пошутить, вот это вот так, значит, единственное, что правильно скажем, вот эта вот сторона для тех людей, которые, ну, ходят, да, что вот это вот ноги, чтобы сцепление, как говорится, было, но для людей с проблемами зрения, вот посмотрите, вот все сливается, видите, особенно вот эта черная сцепление, нету никакого положения, следующее, какой-то этап, который то ли спустя, то ли спустя идет, естественно, а если бы это была контрастная линия, желтая, либо белая, ну, в основном желтая, это как предупредительная полоса, и там шла контрастная направляющая, одна в разных вот ракурсах показывается, иногда как реклама, как ножки, да, вот и тут, может быть, вы видели на вокзалах, ноги там, и какая-то реклама размещается, там, то ли Билайн, то ли, не знаю, какие-то еще, и вроде как используют этого случая, то ли, может быть, какие-то рекламные щиты, и они контрастные, и они видно, что там существует еще какой-то подземный переход. Мы туда заходим, там тоже тяжело сориентироваться, потому что вот все в каком-то темном таком свете идет, и это, если человек заходит первый раз туда, он даже автоматически не может самостоятельно выйти до вверх, потому что не знает, в какую сторону, то ли направо, то ли налево, то ли пар ты выйдешь, в общем, как бы вот этих направляющих... А что это за штырь какой-то? А это убрана, поломана... А, это просто она поломана получается. А вот эти трубы, они зачем, это... Ну, я тоже не знаю, зачем, но очевидно, что... Это ограничитель, по-видимому. Ну, я знаю, что я всегда коляски помогаю женщинам здесь носить. Ну, не знаю даже, коляски существуют разного... А вообще так вот, вот, например, если ты надо съехать, это все равно, что взять, да, просто перенести. Естественно, поэтому я прошу мужчин, я говорю, пожалуйста, помогите мне спуститься, если не надо. Ну, в основном моим мужчинам где-то пренадо. И я рассказываю, как мне... Поворачиваешь? Нет. Этим нельзя воспользоваться. Посмотрите, пожалуйста... Это вообще это лучше просто тебя... Проверите, пожалуйста, внимательно на мою коляску. Мои первые передние колеса гораздо уже, чем задние колеса. Поэтому автоматически я сюда не смогу вместиться по параметрам, по размерам. Поэтому я... А зачем тогда это? Вот зачем? Вот мама, сюда может вместиться, почитай, что я... Вот, залезайте себе это проехать. Нет, поле не идет. Пользуйтесь этим паундом. Венка, когда мы пытаемся, иногда пытаемся, но... Не получается, да? Ну, это ручная обработка. Вот, смотрите. Смотрите. Вот, и вверх, и вперед пошли. Вот такая у нас подождение. Ох! Ох!